Роза Люксембург и Клара Цеткина Присоединяюсь к поздравлениям дорогих женщин Сегодня 8 марта С днем женщин вас, дорогие женщины Пускай весна всегда будет в ваших сердцах, в ваших глазах Радуйтесь цветам, солнцу, детям, трезвым мужчинам Радуйтесь всему, чего только можете Не осталось в стороне от праздника женщин В этом году и Государственная Дума Российской Федерации В русле глубинного помешательства Депутаты Государственной Думы предложили российским мужчинам Дарить своим дамам на 8 марта Беременность, ни много и ни мало Депутат Милонов считает, что другие сюрпризы Ну всякая мелочь, типа бриллиантов, цветов или тортиков Не несут женщинам-россиянкам истинной радости Только беременность Ну что ж, будем надеяться, что эротические фантазии Господина Милонова не превратятся в законодательный акт Со всеми полагающимися карами, ответственностью и так далее И так далее для тех, кто уклонится от обязательного зачатия 8 марта Ну, собственно, наверное, мы здесь как-то даже не удивлены Что Государственная Дума и ее члены, избранники народа Ну как бы избранники народа, наверное, предлагают вот такие вещи Потому что действительно, в последнее время, что бы ни говорили наши государевы мужи Они все время все сводят к демографии Рожайте, рожайте, рожайте Родине нужны солдаты Не забывайте и о необходимости помогать нашему каналу А это именно необходимость В наше время потребность в правдивой и объективной информации Сродни голоду, информационному голоду Ну, как говорится, не голодайте Помогайте нашему каналу Помогать материально нам можно единственным доступным способом Через расчетный счет Который мы вам сейчас демонстрируем И который вы можете найти в описании под любым нашим видео На нашем канале «Открытая политика» Несмотря на то, что Россия в последние две недели только делает, что празднует То День защитника Отечества, то Женский день В Башкирии не утихают страсти вокруг последствий так называемых баймакских беспорядков в январе В сети появилась петиция с требованием немедленного освобождения всех задержанных по баймаксскому делу А их уже более 70 И вот вчера задержали еще одного человека И тоже, значит, пытаются с ним разбираться Ну, один, кстати говоря, из задержанных уже похоронен и погиб при странных обстоятельствах Другой избежал задержания, покончив жизнь самоубийством Еще одному нанесены тяжкие телесные повреждения Ну, вот такие последствия Петиция эта навряд ли, конечно, будет иметь сколько-нибудь значимые искомые результаты Потому что отказ от преследования активистов будет означать, что версия Хабирова Об иностранном подстрекательстве наивных баймаксов никак не состоятельна То есть тут, как говорится, колесо правосудия уже начало проворачиваться А вот версия, кстати говоря, о подстрекательстве провокаторов Не эстонского происхождения набирает в последнее время обороты В прокуратуру уже направлен запрос с требованием разъяснить, почему вот та самая пресловутая игра в снежки Окончившаяся побоищем и массовым задержанием 17 января в баймаке Была затеяна никем иным, как людьми, которые стояли позади цепи ОМОНа Ну, по крайней мере, есть такие видеокадры Они широко разошлись в интернете И сейчас активисты требуют разъяснения от прокуратуры Как же так получилось? Ну, не уверен, конечно, я, что прокуратура даст внятный ответ и на этот вопрос Но самая, на мой взгляд, чудесная история в связи с баймакскими событиями случилась в семье Буракаевых Тогда как пресловутая Зухра Буракаева, по сути, башкирская чиновница от башкирского кино Без устали поддерживает дорогого Радия Фаритовича и его людоедскую версию событий в баймаке Ее родная сестра и тоже, кстати, кинорежиссер Тан Сулпан Буракаева Собирает деньги на адвокатов задержанным и выпустила благотворительные открытки Сбор от продажи этих открыток пойдет на гонорары адвокатам для тех, кто задержан по баймакскому делу Ну, воистину, понимаешь, в таких случаях, что ум, честь и совесть В случае, по крайней мере, сестер Буракаевых точно не передавался и не впитывался с молоком матери Если вы хотите поддержать, финансово поддержать тех, кому нужна юридическая помощь Из числа задержанных по баймакскому делу Вы можете позвонить Тан Сулпан Буракаевой по телефону 8-917-427-2538 Мы показываем его на экране Ну и не ошибитесь, не позвоните Зухре Буракаевой Потому что в этом точно нет никакого смысла Только за январь-февраль 2024 года на наш канал подписалось 10 тысяч человек Если вы все еще по какой-то причине не подписаны, срочно подпишитесь Во-первых, вы не пропустите важные новости и новые выпуски Во-вторых, у вас появится возможность комментировать, задавать вопросы, дискутировать в том числе и со мной Ставить лайки и тем самым помогать каналу Потому что все эти функции, естественно, доступны только нашим подписчикам В Уфе неожиданно возобновилась давняя, древняя, ну, порядком подзабытая традиция пикетирования башкирского Белого дома Эту традицию на минувшей неделе возродил Равиль Сулейманов Вышедший к Белому дому с плакатом, на котором был следующий текст Власть народа на бумаге, а по факту геноцид Случилось это 5 марта Правоохранители настолько отвыкли от подобных акций В общем-то и законного проявления протеста Потому что одиночный пикет в России все еще по закону не требует никакого согласования с властями Так вот, эти растерявшиеся правоохранители даже не успели сразу задержать пикетчика Ну, собственно, видимо, потом спохватились Что конкретно имел в виду Сулейманов, мне до конца непонятно Ну, по крайней мере из его текста Ну, видимо, тот же вопрос обуял и наших полицейских Которые все-таки изловили Сулейманова позже на выезде из города и увезли в отдел Дальнейшая судьба господина Сулейманова пока неизвестна Но мы надеемся, что мы узнаем, что с ним случилось Какие вопросы ему задавали в полиции Что, собственно, он нарушил Есть, конечно, версии о том, что Радий Фаридович Хабиров до сих пор не снял ковидные ограничения И вот на фоне этих ковидных ограничений, возможно, Сулейманову что-то предъявят Либо он мог стоять слишком близко к зданию государственной власти Органа государственной власти И это тоже как бы там где-то нарушение каких-то законодательных норм Не знаю, посмотрим Но в целом, то, о чем, значит, заявил господин Сулейманов О том, что у нас не власть народа, а геноцид Это, конечно, ложится в канву тех претензий к Хабирову Которые были выдвинуты по итогам баймакских событий То есть тут не утихают страсти на эту тему И я почти уверен, что, собственно, Сулейманов имел в виду вот эти события Не отставали на этой неделе от депутатов Государственной Думы По части безумия и сумасбродства И башкирские чиновники, депутаты в Башкирии Например, депутаты Государственного собрания Курултая Вынесли на обсуждение законопроект О немедленном расторжении брака В случае смены пола Одним из супругов Ну, согласитесь, актуально Ну, жаль, наши заботливые народные избранники Не предусмотрели ситуацию Когда в семье пол меняют оба супруга Вот что им тогда делать? В общем, конечно Я в шоке, честно говоря, от того Чем они там занимаются Ну, собственно, занимаются на наши с вами деньги Потому что содержание Госсобрания Курултая Обходится в гигантские деньги Речь идет о миллиардах рублей И вот они вот таким вот там занимаются Ну, и любопытно было бы узнать Как часто будет применяться этот закон Если он будет принят А вот министр сельского хозяйства Илшат Фазарахманов Внезапно, вместо того, чтобы беспокоиться О гниющем до сих пор на полях зерне Стал возмущаться стилем вождения У башкирских автолюбителей Ну, наверное, Илшат Илдусович Мечтал в детстве быть вовсе не министром Сельского хозяйства А обычным гаишником где-нибудь в деревне Собственно, такую мечту он В принципе, наверное, может исполнить Если договориться, как говорится По своим связям А вот бывший главный гаишник Башкортостана А ныне депутат Государственной Думы От Башкортостана Динар Гальмуддинов Видимо, в детстве мечтал Быть не гаишником А церемоний-мейстером Ну, ни больше, ни меньше Потому что на прошлой неделе он возмутился Дресс-кодом башкирских чиновников Они посмели одеть свитера На совещание с вельможным депутатом Это вызвало абсолютный гнев Гальмуддинова Он потребовал от башкирских чиновников Соблюдение дресс-кода И должного почтения к его персоне Ну, в общем, все смешалось Вы понимаете, да? Бабы меняют пол Мужики обсуждают чужие наряды И так далее, и так далее Но это нисколько не смущает башкирские власти Они вот существуют по той модели Которую им транслируют из Москвы По крайней мере, им так кажется Очень неожиданный поворот Случился в деле башкира-автодора На прошлой неделе Подследственный бывший генеральный директор Башкира-автодора Ильдар Юланов И его подельники Обвиняемые в хищении бюджетных средств Были внезапно переведены в СИЗО в Москве Это, возможно, означает Что задержанные начали давать показания На своих покровителей в высших эшелонах власти В Башкирии Если Юланов и компания Согласились раскрыть все схематозы Башкира-автодора Это уже коснется, конечно же, лично Хабирова Ну, хотя бы потому, что Юланов был Действительно очень близкий ему человек В прошлом даже водитель Хабирова И вот, если это так Если Юланов сломался, сдался И готов сотрудничать со следствием То в игру вступают уже Федеральный следственный комитет И федеральные структуры ФСБ А там уже, как говорится, и до спецборта Для перемещения губернаторов по воздуху в бутырку Рукой подать Ко всему прочему, я вполне допускаю Что внезапная отмена оперативного совещания На этой неделе Тоже как-то связана именно с этим Экстренным переводом Юланова В Москву И отъездом Хабирова в ту же самую Москву На консультацию со своими покровителями Если все эти предположения О причине перевода Юланова И компаний в московское СИЗО верны Ну, нас ожидают очень серьезные и важные события Которые случатся, скорее всего, уже в мае С приходом к власти Ради Хабирова Новости республиканского спорта Все реже и реже радуют жители региона И все чаще они тревожат Ну, вы знаете вот эти истории с нашим хоккеем Который все ниже и ниже опускается в турнирной таблице Вы знаете историю с умершим клубом по футболу ФК Уфа и так далее, и так далее Башкирский спорт, по сути, стал витриной тщеславия Одного единственного человека Министра спорта Руслана Хабибова А наивный Хабиров не понимает Что мишура спортивных праздников и фестивалей Не имеет ничего общего Ни с массовым спортом Ни со спортом высоких достижений Собственно, Руслан Хабибов Никогда не был отмечен печатью спортивных достижений Ни в одном из видов спорта Ну, кроме, наверное, спортивной лести начальству Попав в кресло министра спорта Методом, скорее, традиционным для симпатичной женщины С пониженной социальной ответственностью Руслан Хабибов как-то странно понял Свои должностные обязанности По части развития массового спорта В республике Башкортостан Ну, отчего-то Хабибов Не взлюбил Систему российского движения ГТО Ну, которая курируется В республике Башкортостан Некоммерческим фондом Военно-спортивный фонд Хабибову не дают покоя Успехи движения ГТО К которому он, собственно, никакого отношения не имеет Несмотря на то, что на прошедшей Минувшей неделе Коллегии Минспорта Хабибов бил себя Копытом в грудь И рассказывал, как он развивает ГТО Но, повторюсь, никакого отношения К успехам ГТО в Башкирии Хабибов не имеет А ГТО в Башкирии, на минуточку Это 700 тысяч Обычных граждан Вовлеченных в оздоровительные занятия спортом Это 67 тысяч Тех же самых граждан Которые уже сдали комплекс ГТО На разные ступени Ну, иначе как ревностью Нельзя объяснить Затягивание, финансирование мероприятий ГТО со стороны Минспорта И лично господина Хабибова Ну, а также Тот факт, что Хабибов, по сути, решил заблокировать субсидии Фонду Которой занимается ГТО Которые Субсидии Между прочим Положены этому фонду по закону И прописаны в законе Сам Хабибов настолько не взлюбил комплекс ГТО Что уже несколько раз Демонстративно И категорически отказывался Лично поучаствовать В сдаче нормативов Чего, кстати говоря Не скажешь о курирующем спорт в республике Башкортостан Вице-премьере Ирике Харивариевиче Сагитове Ирик Харивариевич Под видеосъемку Чтобы никто не усомнился Сдал комплекс ГТО На золотой значок Да так, что Чуть было бассейн из берегов не вышел Когда Сагитов сдавал норматив по плаванию Вот, как говорится Пример для чиновника Который может Хочет и знает Как все это делается А Хабибов, повторюсь Никакого отношения к спорту По сути не имел никогда Ну За это же говорит Например тот факт Что у него Замминистра Женщина С образованием артистки Понимаете, да Вот кто у нас занимается Государственным развитием спорта Человек, который спортом Никогда не занимался И не имеет профильного образования И Госпожа По образованию артистка Замминистра Вот такой у нас состав На Хабибова так много жалоб Что перечислять все федерации Виды спорта Которые жалуются на него Не хватит никакого эфирного времени С финансами башкирского спорта Там тоже все очень смутно Думаю, что прокуратуре Республики Башкортостан Самое время сейчас Дотошно проверить Законность действий Минспорта И министра спорта Руслана Хабибова Кстати говоря Даю наводку Проверьте, пожалуйста Правила Порядок оформления И согласования СМЕД Которые предоставляют На утверждение Минспорту Спортивная федерация Каким образом Они утверждаются Или не утверждаются Минспортом Как они Объединяются В общий бюджет Министерства Как они утверждаются В Крултай И как они в конечном итоге Потом реализуются Вот этот момент Прокурорам Самое время сейчас проверить А радио Хабирову Пора бы Перестать витать В облаках Во-первых По поводу башкирского спорта И повнимательнее Присмотреться К некоторым Таким Неспортивным Хабиби Которые Усажены В кресло Министр спорта Министр спорта Который В своей концепции Восприятия массового спорта Противоречит Даже Владимир Путину Что Собственно Представляет Конкретную опасность Для самого Хабирова Кстати говоря Ну так На полях Хабиби В переводе с арабского Это любимый Любовник Любимчик Согласитесь Совпадение Или случайность До так называемых Выборов Президента Российской Федерации Остается меньше Недели Многие Осознали Во всей глубине Абсурдность Происходящего В стране Кто-то Фанатично Поддерживает Правление Владимира Путина И считает Что Путин Должен Править Как минимум До 2036 года А кто-то Колеблется Государственные СМИ Истошно Визжат О том Что Россияне В едином порыве Стремятся Посетить Избирательные Участки Что 80% Поддерживают Путина Весь этот Визг Конечно Как-то уж Очень смахивает На паническую Атаку У властей Мы решили Выяснить У наших Подписчиков Пойдут ли Они вообще На выборы И примут Ли они Участие Во всем Этом фарсе Из более Чем 1700 Участников Опроса В нашем Телеграм-канале Открытая политика 52% Заявили Что они Все-таки Пойдут на выборы Но правда Не факт Что они будут Голосовать За Владимира Путина 30% Разочаровались В избирательной Системе Российской Федерации И не пойдут Голосовать Ни 15 Ни 16 Ни 17 Марта 18% Опрошенных Пока решение Не приняли И колеблются Идти им Или не идти Лично Мое мнение Заключается В том Что нас Избирателей Власти Используют Только для массовки Им нужна явка Результаты Им уже Самим известны Ну и По крайней мере Эти результаты Уже нарисованы В сознании Чиновников И будут оглашены Нам в новостях А вот Вопиюще Пустых Избирательных Участков И абсолютно Пустых Или полупустых Урн Для бюллетеней Власти Власти Реально Боятся Они боятся Того Что население В массе Ну Массе своей Не ходившее На участки Не поверит Новости О том Что явка Была 85% И Путин Победил С результатом 80% Голосов Ну Собственно Если все Мы переглянемся Как это Случилось В 2012 Году Когда По результатам Выборов Все Переглянулись Спросили А вы Голосовали Выходили И очень Многие В своем Окружении Не обнаружили Людей Вообще Которые Ходили На выборы А из Всех Утюгов Лилось Что там Явка Была Ужас Ужас Какая Огромная Чуть Не 100% Так что Вот такая Ситуация Плюс Ко всему Прочему У нас Здесь В Башкирии В связи С январскими Баймахскими Событиями Сложилась Одна Интересная Коллизия По сути Участие В выборах Голосование За Путина Это Лакмусовая Бумажка Для Жителей Башкирии В том Плане Что Если Мы Идем На выборы Вообще Идем Просто Пересекаем Порог Избирательного Участка И голосуем За какую Нибудь Партию Или за Какого Нибудь У власти Потому что Безусловно Участие В выборах И результаты Выборов По регионам Лягут В основу Решения О том Остается Хабиров Или не Остается Здесь Башкирия На следующий Срок В сентябре То есть Получается Что мы Ставим Сейчас Такой Выбор Либо Мы Не идем На выборы И не голосуем За Путина Но Путин То все равно Победит Мы же понимаем Это так Устроено Но при этом Возможно Путин задумается О том Хабирова Потому что Он не смог Организовать Здесь выборы Либо мы Идем на выборы Голосуем За кого-нибудь В итоге Хабиров Себе Записывает Галочки В резюме И его хлопают По плечу В Кремле И говорят Молодец Хорошо справился Оставайся Еще на один срок Это такой Уникальный Казус Которого Собственно Наверное Нет в других Регионах И который Очень остро Сейчас стоит На повестке Здесь Башкирии В любом случае Я ни к чему Не призываю В любом случае Решать вам Идти на выборы Не идти Голосовать за Путина Не голосовать за Путина Голосовать там За какого-нибудь Слуцкого Или еще кого-нибудь Кого вы выберете Это ваше личное дело Но я призываю Задуматься Подумать И принять Взвешенное решение Для себя Как личности А все разговоры О том Что украдут Мой бюллетень Если я не пойду На самом деле Это от лукавого Его украдут Если нужно будет Потому что Мы уже много-много лет Уже 24 года Видим как это происходит И ничего Как говорится Не случается Соответственно Сейчас дилемма одна Идти или не идти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok